Место работы должности? Есть. Ну, как правильно называется? О, есть КП, так не в согласии. На вопросы судьи спортсмен, как и положено, изначально давал конкретные и подробные ответы. Видимо, поэтому его представитель ходатайствовал о рассмотрении дела в закрытом режиме, без журналистов. Вдруг всплывут какие тайные сведения, интимно-личные, спортивно-командные или даже государственные. Мало ли что. Какие-то сведения, составляющие государственную тайну, видятся здесь у вас? Нет? Нет. Нет. Личные неприкосновенности, половой неприкосновенности. Нет? Нет. Личные переписки. Личные переписки, только и все. Понятно. В итоге судья принял решение журналистов в зале оставить. Скрывать хоккеисту Артуру Бровкину нечего, да и рассказать, как выяснилось, есть что. А началась эта история едва ли не с детской песочницы, в которой вместе играли ныне потерпевший Артур Бровкин и ныне подсудимый Максим Сидоров. После вместе гоняли в хоккей на площадке, после в хоккей продолжил гонять уже один Артур. Мастерством и талантом в итоге вогнав себя в высшую лигу известной хоккейной команды. Тут-то, по словам Артура, и объявился старый друг детства Максим Сидоров. Пошли разговоры о хоккее, матчах, результатах и деньгах. Как оказалось позже, больших деньгах. Он мне сказал, что группировщики с квартала, то что ты сказал, выиграете. Выиграете чего? Игру. Игру. А вы проиграли. И они поставили на это 2 миллиона и проиграли. То есть они в убеге, в которой ставили какие-то деньги на вас, так что ли получается? И он вас спрашивает, выиграете, выйти. И вот из-за этого Якова пошел у вас в разговор. Так выиграете, правильно, что ли? Да. Потом, что он сказал, что группировщики обиделись и требуют деньги, что ли? Да. По словам Бровкина, рассказ друга о злых группировщиках был приправлен конкретными именами. В общем, тогда спортсмен поверил на слово. Вот этих группировщиков, вообще вам они неизвестны, знакомы? Как он их называл? Кто там участвовал? Сыч, еще кто? Сыч, Зик. Как Сыча зовут? Знаете, нет? Нет. Не знаете. Вы вообще есть такой Сыч? Существует он? Я не знаю. Не знаете, да? Еще кто там был? Коба. Кто? Коба. Коба. Я тоже не знаю такого. Дальше больше продолжил рассказ хоккеиста. Если никого из перечисленных известных личностей он не знал, то наказание, которое эти личности ему устроят, в случае невыплаты долга, узнал в деталях. Опять же, друг Максим Сидоров просветил. Если ты не найдешь, то тебе прострелят колени, то, что не будут тебя убивать, но сделай так, чтобы ты не вернулся в хоккей, сделай тебе профилактику. Слово за словой платил спортсмен товарищу якобы за погашение долга перед группировкой на протяжении года. Причем, по словам Бровкина, деньги переводил на карточку мамы Максима Сидорова. Того требовал сам Сидоров. В общей сложности на карту Сидоровой мамы уходило где-то от 15 до 700 тысяч за раз. Когда свои сбережения кончились, родители взяли кредит. Потом вдруг сам Сидоров предложил помочь вложить свою заначку из некой ячейки. Но за такую щедрость Бровкин опять же должен был оплатить небольшую комиссию. Так якобы деньги не отдадут. Комиссию там должен заплатить. Какую? Получается 6 миллионов. Он мне сказал, что 4,850 ему только отдадут. И остальные деньги ей тоже будут. Миллион с лишним, миллион 200 заберут что ли? Что за комиссия такая? Я не знаю, просто ячейку ни разу деньги не клал, я не знаю, что за комиссию. Мы поверим ему? Да. И вот когда платить бандитам через друга детства стало вовсе нечем, доверчивого спортсмена стали терзать смутные сомнения. В итоге истерзанный Артур Бровкин пришел в полицию. Но у вас хладил замужилие получается что ли? Да. Относительно чего он заплатил замужилие? Относительно, что меня лишат карьеры, что попортят репутацию, то что я давал информацию, то что коллеги прострелят, то что профилактику сделают. Вот такая получилась грустная история со слов хоккеиста Артура Бровкина. На следующем заседании планируется услышать версию его друга детства Сидорова и допросить свидетелей по делу. Забегая вперед, тех самых неведомых злых бандитов среди них нет. Мария Молочникова, Сергей Ткаленко, телеканал «Эфир».